Около двух лет назад семья Тингусовых из села Старой Алгаши Инзинского района приобрела корову. Материальная выплата по соцконтракту составила 60 тысяч рублей. Через некоторое время после покупки у семьи появился дополнительный источник доходов от реализации молочной продукции. Заработанные деньги семья приобрела еще двух бычков на откорм. Долго ждать не стали, и уже в июне этого года Тингусовы вновь воспользовались социальным контрактом. Сельчане приобрели четырех бычков и корма на 100 тысяч рублей. Выросла я с одной коровы, у меня 9 голов, с коровы 10, тут маленькие еще есть. Работы всегда много, признаются хозяевы. В настоящее время у семьи Тингусовых 11 телят и одна корова, две свиньи, куры и утки. Где прибрать, а где покормить скотину, держать животных не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Нужен постоянный уход и внимание. Две дочки стараются во всем помогать родителям. Старшая физически, а младшая пока поддерживает родителей морально. Мы с детства живем в деревне, ко всему привыкли. Труд облагораживает. Нужен доход, дети растут. То, чего он старше учится в Ульяновском фармколледже, это на следующий год в школу пойдет. Со своей живностью Тингусова дружит, потому и отдача у них хорошая. Семья продает яйца, творог, молоко, мясо. Взрослые при всем обширном хозяйстве еще и работают. Александр – сторожем, а Зинаида – секретарем в школе. Главная мечта семьи – продолжать развиваться и построить ферму. У нас свое молоко, свой творог, свое мясо и доход. В целом по региону в этом году планируется заключить до 5000 социальных контрактов. На эти цели выделено свыше 413 миллионов рублей. Проект призван помочь объединить усилия специалистов соцзащиты, предпринимательства и сельского хозяйства для того, чтобы как можно больше семей заключали соцконтракты и развивали собственное дело. Алина Тихонова, Артем Куранов, Уллправда ТВ